Дети довольны, а родители спокойны. С наступлением весенних школьных каникул кто-то из ребят недельный перерыв проводит дома, кто-то уехал в гости к бабушке и дедушке, а кто-то сделал выбор в пользу оздоровительного лагеря в школе. Родители учеников средней школы номер 7 могут быть уверены – отдых их детей не превратится в пустую трату времени. Оздоровительный школьный лагерь «Радуга» работает здесь каждые каникулы и давно зарекомендовал себя хорошей формой оздоровления детей. Традиционно в нашей школе работает воспитательно-оздоровительный лагерь «Радуга», целью которого является оздоровление детей в каникулярное время. В данном лагере оздоравливается более 70 учащихся. Также в лагере есть профильный отряд, где учащиеся изучают историю Беларуси, математику, русский язык белорусский. В лагере проходят различные мероприятия различной направленности. Это гражданско-патриотические мероприятия, спортивные, художественные и другие. Также мы пытаемся разнообразить мероприятия. Каждый раз все новые и новые мероприятия. Походы в музеи, посещение экспозиций, также экспозиции без срока давности. В течение недели более 70 мальчишек и девчонок с пользой проводят время, ведь не все родители имеют возможность постоянно быть рядом со своим ребенком в период каникул. А потому лагерь – хорошая альтернатива. Утренняя зарядка. Раз, два, три. Закончили. Закончили. Два, кусочки, сами. Потянулись. Два. 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 Экскурсии, развлекательные и спортивные игры. Именно так проводят свое время мальчишки и девчонки в оздоровительном школьном лагере средней школы номер 7. Еще одна составляющая хорошего отдыха – здоровое питание и правильный режим дня. Для детей предусмотрены вкусные, а главное – полезные завтраки и обеды. Ну и, конечно же, различные формы активного отдыха, оздоровления и занятости с учетом пожелания ребят. Скрашивают досуг различные секции и объединения по интересам. У нас проводится много интересных мероприятий. Например, для девятых организован подготовительный лагерь к экзаменам. Также у нас проводятся разные конкурсы. Вот, например, как сегодня. Также у нас интересные концерты бывают. Ну, в целом много чего интересного. Мне, по крайней мере, очень нравится. Школьный лагерь нравится тем, что мы посещаем много музеев, исторических мест, проводятся частые викторины, спортивные мероприятия, где мы, например, играем в игры. Недавно была игра с учителями. Также мы ходим в походы с руководителем по военно-патриотическому воспитанию и развиваем гражданско-патриотический дух. Я не первый раз в лагере, но с каждым годом все лучше. Например, с этого года у нас добавились походы и викторины. Военно-патриотический отряд в седьмой школе – это одно из нововведений школьного лагеря. Здесь у юношей есть возможность узнать много нового и интересного. К примеру, познакомиться со страницами летописи Брестской крепости и попробовать себя в сборке и разборке оружия, примерить военную экипировку. Во время каникул мы регулярно проводим такие мероприятия. Здесь очень хорошая экспозиция различных предметов, амбундирование, экипировки, вооружение. Вооружение – это массогабаритные макеты, макет автомата Калашникова, макет пистолета Макарова. Детям это интересно, я даже скажу больше, это взрослым интересно. Дети, соответственно, интересуются, приходят. Я также рассказываю и о истории, история экипировки, те же разгрузочные системы, например, какие они были раньше, какие сейчас, какое оружие, его история, кто изобретатель, конструктор и так далее. Ну и ребята, соответственно, активно, интересно, полноценно проводят свое время. Эмоции малышей об отдыхе в лагере зашкаливают, а это лучшая оценка работы. Мне нравится рисовать в школе, делать такие понделки. Мне нравятся друзья и спать. Мне нравится ходить на экскурсии и рисовать. Мне нравится в лагере, потому что тут хорошо и весело. Мне нравится в лагере спать, кушать и много чего интересного.